Государственный центральный музей современной истории России, выставочный зал, мультимедийное пространство. Именно здесь открылась выставка к 300-летию со дня образования Отечественной прокуратуры. Он очень долго изучал вообще правовое поле России и заблежное, прежде чем издать этот указ, посещал и Швецию, и Францию, выступал с парламентами. А это рукав, как тетрадь? Да. 300 лет отделяют нас от знаменательного дня, когда был подписан указ, положивший начало работе Отечественной прокуратуры. Страна в то время входила в эпоху масштабных преобразований. И без создания специального надзорного института невозможно было обеспечить режим законности на всей территории государства российского. Летопись развития органов прокуратуры имеет множество ярких событий, множество из которых нашли свое отражение в тех экспонатах, которые сегодня размещены в музее. Это и материалы, и подлинные документы деятельности реальных прокуроров, в том числе уникальные, расшитые золотом мундиры генерал-прокуроров середины 19 века. В общей сложности посетители увидят 320 экспонатов, документы из фондового собрания Музея современной истории России, Государственного исторического музея, Генеральной прокуратуры и Госархива, а также документы из частных коллекций. За три века, напомнил собравшимся Сергей Нарышкин, органы прокуратуры не раз меняли свое название, но их миссия оставалась всегда неизменной – обеспечивать верховенство права, защищать и отстаивать общественные интересы. Серьезный импульс в развитии органов прокуратуры привнесли великие реформы Александра II. Именно в годы правления царя-освободителя по всей стране была создана единая система прокурорского надзора, а сама прокуратура получила функцию обеспечения государственного обвинения. К подготовке большого межведомственного проекта были привлечены ученые-исследователи, представители российского исторического общества. В итоге получился современный проект, сочетающий в себе документы и артефакты с мультимедийными решениями. Как сделать такую выставку интересной для всех, чтобы пришли ветераны, им было приятно посмотреть, как с помощью современной и уникальной мультимедии это становится доступней, ярче, понятней в том числе и молодежи, которая тоже придет, которая тоже познакомится с уникальными артефактами, с фантастической 300-летней историей, с подвигами наших коллег, с сложнейшими трагическими историями, моментами в истории нашей страны. Отдельное внимание на выставке уделено деятельности российской прокуратуры на современном этапе. Защита прав граждан и интересов государства – вот те два магистральных направления, по которым выстраивается работа прокуроров, отстаивающих дух и букву закона. Служба информации фонда «История Отечества». «История Отечества»